Библейский портал экзегет.ру представляет Здравствуйте, братья и сестры, все любящие чтения Слова Божия. Мы продолжаем с вами исследование книги Деяния Апостолов на библейском интернет-портале экзегет.ру. И сегодня мы с вами рассмотрим 24 главу. Через пять дней пришел первосвящение Канане со старейшими и с некоторым меритором Тертулом, которые жаловались правителю на Павла. Когда же он был призван, то Тертул начал обвинять его, говоря «Всегда и везде, со всякой благодарностью признаю мы, что тебе, достопочтенный Феликс, обязаны мы многим миром и твоему попечению, благоустроением всего народа, но чтобы много не утруждать тебя, прошу тебя выслушать нас кратко, со свойственным тебе снисхождением, найдясь его человека, язву и общество, возбудителем мятежа между иудеями, живущими по вселенной и представителем Назарейской ереси, который отважился даже осквернить храм. Мы взяли его и хотели судить его по нашему закону, но тысяченачальник Лисий, придя с великим насилием, взял его из рук наших и послал к тебе. Повелел и нам, обвинителям его, идти к тебе. Ты можешь сам разобрав, узнать от него о всем том, в чем мы обвиняем его». И иудеи подтвердили, сказав, что это так. Мы видим, что здесь приходит такая процессия к Феликсу, к которому был отправлен апостол Павел Лисием, тысяченачальником, и даже специально, чтобы обвинить апостола Павла достаточно убедительно, нанимается ритр. Это были такие специальные люди, которые обладали искусством красноречия. И мы видим, что именно он начинает речь очень хитрую, искусную и краткую. Он и начинает с того, что восхваляет Феликса, что ты такой человек, который дал нам много, свойственно тебе снисхождением. А потом он прибавляет, интересно, что иудеи не по всему миру, то есть как бы придают значение всей иудейской религии, то есть так торжественно об этом говорит. Далее нападает на апостола Павла, обвиняет его в назарейской ереси. По сути он говорит о том, что мы привели на суд и судить тебе, но в его речи уже слышны обвинения. Он говорит, что он еретик, назарей. Далее он говорит о том, что его лисий якобы из рук Синедриона вырвал, и мы не хотели тебе докучать. Ну вот мы теперь заложники всей этой ситуации, ты уж нас извини, нам деваться некуда. Мы и сами могли бы все эти вопросы решить. Ну, коль так вот вышло, мы тебя сошли побеспокоить. Поэтому такая вот хитрая, выстроенная речь, на самом деле, которую евангелист Лука очень ярко здесь запечатлил со всем лукавством этого ритера в обвинении апостола Павла. И далее, как мы видим, что иудеи подтвердили, сказав, что это так. То есть сидели, кивали головами и подтвердили. Павел же, когда правитель дал ему знак говорить, отвечал. Дальше, с 10 стиха, начинается речь апостола Павла. Апостол Павел отвечал, «Знаешь, что ты многие годы справедливо судишь народ сей, я тем свободнее буду защищать мое дело». На самом деле, Феликс не был таким уж справедливым судьей. Но то, что он действительно 9 лет уже, об этом свидетельствует Иосиф Лавий, что 9 лет он правил и производил суды, и многие экзегеты не совсем согласны с тем, что апостол Павел назвал его справедливым. И говорят, и действительно, если посмотреть даже Александрийский кодекс, дословный перевод, он ему просто говорит, что ты много уже лет судящий. Но нет там слова греческого «дикос», то есть «справедливый». «Дикос» — это «справедливый», там мы его в Александрийском кодексе не находим. И поэтому можно согласиться с некоторыми экзегетами, что в словах апостола Павла не могла звучать та листь, которая звучала на языке этого тертула, этого ритера. Действительно, здесь вот может быть такая вот оплошность есть. Если дословно так перевести, то апостол говорит ему следующее. «Знаешь, что ты многие годы уже являешься судьей народа». Это уже достаточный комплимент. А вот «справедливый» — слово «лишнее», потому что известно, что он был страшный взяточник, и никогда мы увидим, что от апостола Павла будет ждать взятки. Он только, в общем-то, и жил на этом. «Ты можешь узнать, что не более 12 дней тому назад, как я пришел в Иерусалим для поклонения». Далее апостол Павел говорит, что «12 дней, в общем-то, ты, как судья и следователь, 12 дней проследить — это не год и не два, что я делал, то есть можно по дням, потому что я недавно нахожусь в Иерусалиме. И не в святилище, и не в синагогах, и не по городу они не находили меня с кем-либо спорящим или производящим народное возмущение. Мне не могут доказать того, в чем теперь обвиняют меня». То есть он говорит, что все, что сказал перед этим Тертул, это действительно очень красиво сказано, но под этим нет никаких фактов, поэтому нет свидетельств. «И не могу доказать того, в чем теперь меня обвиняют. Но в том признаюсь тебе, что по учению, которое они называют ересью, я действительно служил Богу отцов моих, веруя всему, написанному в законе и пророках, имея надежду на Бога, что будет в откресении мертвых, праведных и неправедных, чего и сами они ожидают. Посему и сам, подвязаясь всегда иметь непорочную совесть перед Богом и людьми, «После многих лет я пришел, чтобы доставить милостыню народу моему и приношение. Присем нашли меня, очистившись в храме, не с народом и не с шумом». То есть он здесь напоминает, в общем-то, говорит полную правду. Он свидетельствует о Христе, он свидетельствует о воскресении мертвых, иудеи ждали Мессию, и они ожидали, что будет воскресение и жизнь вечная. Он ссылается на пророков, которые известны и им, и проповедь звучит как бы и для них, и для иудеев, и для Феликса. И далее говорит, что он очистился. Мы помним, что апостол Павел пришел и острик голову, все как положено, он явился в Иерусалим для проповеди Евангелия и проповеди воскресения Христа из мертвых, и на внешние какие-то обрядовые формальные законы не обращал столь внимания, и поэтому считал, что для иудеев я как иудей, как он об этом писал, для елиных как елин, для беззаконных как беззаконный, сам, впрочем, не чурт закона. Поэтому все эти формальные обряды, которые никак не влияли на его исповедание веры и на проповедь Евангелия, он их исполнял. Он оделся так же, как одеваются иудеи, дабы быть внешними, потому что иудеи очень много, очень много внимания уделяли именно внешней стороне, они были такие обряды веры. И поэтому он говорит, ну хорошо, если вы считаете, что это необходимо, я это сделаю, но для меня главное это то, чтобы достучаться до ваших сердец проповедью Евангелия Господа нашего Иисуса Христа. Поэтому он здесь напоминает и говорит, я пришел ни с шумом, никак, я зашел, очищенный. Это были некоторые, а те, которые меня начали обвинять, он говорит, это были некоторые осийские иудеи, которым надлежало бы предстать пред тебя и обвинять меня, если что имеют против меня. То есть он напоминает, кто там были эти люди. Он говорит о том, что вот эти люди, которые сейчас меня обвиняют, их там не было. Их не было, когда меня начали обвинять на площади. Это были осийские иудеи. Меня привели и отдали в Синедрион, а здесь ни одного из этих людей, обвиняющих меня, нет. Конечно, пришел не весь Синедрион обвинять апостола Павла. Синедрион был достаточно многочисленный. Но там наверняка выбрали людей, как имеющих отношение к вере, так и таких полусветских людей, знатных каких-то верможных для того, чтобы придать солидности, да, такое вот свое собрание, представительное такое, придя к Феликсу. И далее, или пусть, как сказано, или пусть сии самые скажут, какую нашли они во мне неправду, когда я стою перед Синедрионом. Разве только одно слово, которое громко произнес я, стоя между ними, что за учение воскресения мертвых я ныне судим вами. То есть он опять утверждает эту мысль, о которой он говорил, что он учит о воскресении из мертвых. Он действительно этому и учил. Далее Феликс выслушал все это, как сказано, выслушав это, Феликс отсрочил дело и сказав, рассмотрю ваше дело, когда придет тысяченачальник Лисий, и я обстоятельно узнаю об этом учении. Мы видим, что проповедь все-таки апостола Павла произвела некое впечатление на Феликса, потому что он не спешит с выводами, все хочет узнать досконально. И далее 23 стих. А Павла приказал сотнику стеречь, но не стеснять его и не запрещать никому из его близких служить ему и приходить к нему. По сути, апостол Павел был, как мы сегодня сказали, посажен практически под домашний арест. То есть его стерев всего один человек, дабы он никуда не ушел. И к нему был допуск на свидание, как мы сегодня сказали, когда здесь сесть за заключение, не ограничен. Это такая формальная была его формальная стража. Формально его просто стерегли. Через несколько дней Феликс, придя с друзилой женой своей иудеянкой, призвав Павла и слушал его о вере во Христа Иисуса. Мы видим, что он приходит со своей женой. Я не случайно сказал, что Феликс не спешит его трону. Он действительно проповедь апостола Павла. Почему он приходит со своей женой? Кто такая была эта друзила? Она была иудейка. И он наверняка рассказал ей о том, что говорил апостол Павел в воскресении из мертвых. И у нее это произвело такой определенный интерес, ну и, конечно, какое-то любопытство. Но, тем не менее, сам факт, что она приходит вместе и слушает апостола Павла, это уже говорит о многом. Итак, да, друзила, вот жена Феликса, была также дочерью царя Ирода Агриппа I, который как раз убил апостола Иакова и умер в Кесарии. Эта известная тогда красавица стояла сначала в замужестве за Азизом, как свидетельствует Иосиф Лавий, царем Емесским в Сирии. Но Феликс при посредстве какого-то волхва из Кипра именем Симон очаровал ее и развелся с первой женой своей именем и женился на вот этой друзиле. То есть такие страсти, которые царят в мире языческом, они были всегда, когда люди живут по своим каким-то правилам и своим пониманиям, своем понятии, я бы сказал, как сегодня принято говорить, жизни. Но, тем не менее, мы видим, что проповедь, она коснулась. Вот Феликс, он приводит свою жену. Что же далее? И как он говорил о правде, о воздержании и о будущем суде, то Феликс пришел в страх и отвечал, теперь пойди, а когда найду время, позову тебя. При том же надеялся он, что Павел даст ему денег, чтобы отпустить его. А посему часто призывал его и беседовал с ним. Но по прошествии двух лет, то есть два года, апостол Павел, как бы сегодня сказали, находился под следствием, сидел в СИЗО. Но ничего, из него Феликс просто ждал деньги или как иногда бывает у неправильных судей, они просто вытягивают из человека деньги, когда уже все вытянут, тогда заканчивается следствие. Тогда мог человек отпустить. Вот тогда вот действительно Феликс этого ждал, но ничего не дождался. Мы видим, что он испугался, и вроде бы проповедь апостола Павла его коснулась, но он не хотел менять свой образ жизни. То есть так он и не пришел к покаянию, так он и остался в своем, вот как пес, лежащий в блевотине, так с нее и не возвращался, и, в общем-то, и возвращаться ему никуда и не пришлось. Потому что он так и остался неверующим. И в этом смысле, как сказано в Евангелии, много званых, но мало избранных. И вот Господь ожесточил, как помните, в книге «Исход» сердце фараона, так и здесь ожесточилось сердце Феликса по его же собственному желанию. Когда говорится, что Господь ожесточает чье-то сердце, это говорит о том, что Бог, Он всеведущий, всезнающий, всемогущий. И человек не может без собственной своей воли и без контроля Бога даже прийти к какой-то озлобленности, потому что Бог знает даже и озлобленность человеческую. Но человек всегда сам выбирает быть ему добрым или быть ему злым, быть ему верующим или отказаться от жизни вечной. Вот здесь Феликс по сути общается с самим апостолом Павлом, мы видим, что проповедь его трогает и его жену, но настолько они погрязли в своем разврате, то поэтому и выбирают разврат. И мы видим, что Феликс ждал лишь одного денег, то есть то, что сказано в Священном Писании, что сребролюбие есть идолопоклонство. Действительно, люди иногда некоторые даже не замечают, насколько они жадные, насколько они привязаны к этим материальным благам, что готовы не только продать и предать своих родных и близких подчас, но и самого, как это и было Господа и Спасителя Иисуса Христа, то, что произошло и с предателем Иуды. Поэтому и сказано, что сребролюбие есть идолопоклонство. И предупреждение звучит такое, что не привязывайтесь сердцем к богатству, ибо где сердце ваше будет, где сокровище ваше, там и сердце ваше будет. И 27 стих, завершение этой главы, говорит о том, что по прошествии двух лет на место Феликса поступил порций фест, желая доставить удовольствие иудеям, Феликс оставил Павла в вузах. Видите, ничего он не стал менять, он видит, что здесь никакой взятки он не получил, ну, поэтому, чтобы он знает, что он уйдет с этого места, придет другой, ну, для того, чтобы слава человеческая о нем была, он, раз он не получил отсюда ничего, не поимел, ну, хотя бы пусть хороший слух среди иудеев будет о нем. То есть, как в той предыдущей главе 23 стиха, так и в этой мы видим, что человек, занимающий чиновный чей пост, не будучи христианином, он будет печь только об одном. О чем? О своей, да, о своей карьере, да, как бы чего не вышло. Так происходило там, так происходило, происходит и в этой истории, так, к сожалению, происходит и в современной жизни. Пока человек не обретет Христа и пока не придет к состоянию покаяния, перемены ума и мировоззрения, понимания. То, что может привести его к пониманию, правильному пониманию отношения человека к Богу и человека к человеку.